Анкара и Багдад приступили к совместным военным учениям на севере Ирака после прошедшего неделю назад референдума о независимости в иракском Курдистане. Итоги референдума мировое сообщество отвергает, причем Турция заняла наиболее непримиримую позицию по этому вопросу, опасаясь за далеко идущие последствия внутри своей страны. Подробнее в материале прямо сейчас. Войска Турции и Ирака производят совместные военные маневры неподалеку от границы с Курдистаном. Автономным регионом Ирака. Анкару и Багдад трудно назвать друзьями. Своим сплочением они обязаны прошедшему у Курдов 25 сентября референдуму о независимости. За отделение от Ирака проголосовали более 93% пришедших на участки. В Турции существуют значительные курдские общины, для которых пример иракских собратьев может оказаться заразительным. Поэтому турецкий президент отреагировал даже болезнение официального Багдада и пригрозил иракским курдам экономическими и военными мерами. Возвращением новых санкций к ним придет настоящая беда. Все будет кончено, как только мы перекроем транзит нефти. Их доходы улетучатся, и они не смогут найти пропитание, если наши грузовики перестанут ездить на север Ирака. Нефтепровод действительно имеет большое значение для курдского региона. Благодаря ему нефть перекачивается через Турцию к побережью Средиземного моря. Примерно 600 тысяч баррелей в день, всего 15% от общего объема производства Ирака, но для курдов перекрытие крана равносильно катастрофе. Впрочем, в Курдистане убеждены, что такой сценарий маловероятен. Турция сама получает значительный доход от этой трубы и таким образом нанесет удар и по себе. Я думаю, это невозможно. Президент Турции добавляет себе очко за патриотизм, и серьезных санкций на деле не последует. Тем не менее, референдум уже вызвал и рост цен на нефть, и рост напряженности в регионе.